И если я работал много лет в школе, это было основное мое дело, которое мне нравилось, да, и вот представьте, что я работаю и в 37 лет еще такой мальчик, да, который не составил 7 мировых зрений. Я говорю, не на сколько на меня это не повлияло, то, что я поехал по другим странам. Я уже был с каким-то такими словами сформирован, да, и со своими представлениями. Это расширило как-то там всякие представления о мире и так далее, но внутри вот этого ничего не переживает. И ответы этим людям не нравятся. Им хочется, вот, они заранее, заведомо задавая вопрос, ждут, что я скажу, ах, я прозрел, да, и все. Ну, сорри, я раньше прозрел. Работаю в школе. Там сидишь, допустим, ну, 40 человек, у меня в Питере, когда я работал, 44 школьника в классе, я классный руководитель, да, там быстро прозрел. Ну, я не думаю, что это все. Притом, да, класс тяжелый, потому что мужик, ну, мужику всегда обычно тяжелый класс дает. Это восьмой класс. Самая дурка их ломает всегда. Прозреваешь на меня. Потом, например, вот интеллигенция. Я считаю вот интеллигенцией людей, которые приближенные к народу. Например, допустим, от учителя. Да, они затасканные, затюканные бумажками, безусловно, но они как раз интеллигенция. А вот эти вот там навороченные тетеньки, писатели, журналисты, там, да, или еще художники, там, раскрученные. Да, да. Я их не считаю интеллигенцией. Ну, может, и, как бы, они состоят в этом слое, но что они что-то несут? Ахинь ее несут. Ахинь? Три категории. Три профессии самых модных, которые посреди, там, ну, скажем, лет 20-25 шумели про них. А теперь на среде? Юрист, потому что кругом разборки. Экономист? Экономист еще ладно. Еще куда-то может быть, да. Второй менеджер, проще говоря, продавец, да, и третий психолог, который, вот, как бы, должен, вот, как бы, разруливать, там, не знаю, ситуацию. Все. Все. Если, допустим, экономист, ну, не знаю там про качество, какое качество дают, да, но, все равно, это, наверное, человек учится, и потом может даже что-то произвести не будет. Это здорово. А вот это вот психолог. Потом психолог, вот любого психолога спроси, ну, как бы, что-нибудь, ну, не знаю, по формированию человека, как что, кроме каких-то... Заезженных в раз, банан. Да, 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 ничего нет. Вот, совершенно нет. Вот, например, я могу привести пример, вот, я поехал в поход со мной, не в том походе, где я написал рассказ, а до этого. Были две девушки. Они, как раз, представители вот это, такой вот, психолог, и так далее, да. И факт интересный. Я им беру, на третий день даю список группы. Вот, допустим, тебе и тебе. И у меня список. И говорю, девушки, я себе просто поставил, ну, уже так познакомились с ребятами, поставил, что, вот, значит, а сейчас третий день походу, поставил наперед. Вот, как мне кажется, крестик тем, кто, кого я считаю, что это человек надежный в походе. Все. Я говорю, вот, давайте минут через 15 вы тоже расходитесь, ставите крестики, как вы считаете. И сверим. Для них большинство новых, и для меня тоже немало новых, в том числе питерские, да. Окей, мы... Это где был поход, куда? Ну, это мы по Италии ходили, да. Но это русскоязычные были. Пуццентьяго, не дукуй. Не-не-не-не. Это... Пуццентьяго, это, по-моему, там, это Испания. Испания. Да, Испания, транс-Испания. Ну, в общем, приходят, через 15 минут мы сверяем, расхохотались. Крестики один в один совпали у всех троих, вот так, вот, что вот. Вот мы, как бы, совершенно разные люди. Мы, вообще, первый раз съехались в это путешествие, я не имею педагогов, да. Плюс там школьники, да. И потом одна говорит, слушайте, а зачем мы тогда изучаем вообще там тщательно, мы составляем какие-то таблицы, все, что-то детей, если вот так взять, поход, и сразу все видно. Ну, не зря же Высоцкого песня-то есть. Ну, да. Если друг оказался в друге. Парни в городе не рискни, да. А там изобретают, более того... Они были русские все, да, и психологи тоже. Сегодня последнее утро в доме Стасенковых. Он приехал, денег у него не было. Он там же с Владимиром. Сюмку ловил. Ему надо будет уходить, а мы выезжаем через пару часов. Он поймает, там, родину большую, ее распилит пополам. Я, для камеры, говорю, это был Ломар Геннад Морозов, он живет в Канаде. Ну, и иногда он периодически куда-то выезжает, не такие, типа там, под огонь, допустим, в Нижнем Южномерии. Ну, он вообще еще водит, по-моему, русских на землю Барфиновой. Вот. Ну, так вот, вот. Ну, в общем, сам он с Кивкара, если мне будет. А что он делает? Сибиряне сам поначал. Слушай, он чем-то занимается, как бы, как бы, обычным там, заработком, но периодически все равно будет русских на Барфиновой земле. На север. Да, да, на самый север Канады. Он там живет. Жена на какой-то там местной. Такой кандал тоже приезжает. Так что он сам это делал, мне было бы, рассказали. Резал ее половину, просто обычную свою сыплу. Ну, она там, допустим, через, там, сколько-то, пару часов просчитала на северонье и ела. И нам привез сюда сюда рыбу. И мы ему говорим, ну, знаешь, на чем где-то каждый бы доехал. А ты вот попробуй на нашей пасмассе здесь. На пасмассе. Пожить. У вас, знаете, дом как пятый угол. Ну, у меня. Приехал ищет. И все. Мне Паша говорит, ой, Саша говорит, сегодня пятница, мама, по пять минут. Сегодня пятница, блин. Ну, знаете, я просто... Не всегда народ приятный заезжает. Иногда, блин, домашний. Свалили бы скорее. Да, да, да. Чем надо, да, да. У меня даже один родственник был, приезжал. Не мой там, но ночью, мы с ним стали. Они приезжали, их несколько человек были. Ну, и, в общем, это, значит, сидят. Я думаю, сходите куда-нибудь по Гамбургу. Давайте я вам покажу там. Ну, гулять, да. Город-то интересный вообще. Да, 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 да. Нет, они никогда в первый раз приехали за границу. Тем более. Нет, все. Они были из России. Они были из России. Тем более нам карты. Ну, в смысле, вот играли мне карты, чтобы они лезались здесь. Я говорю, нет, я даже оскорблять себя не буду. А я же, ну, прямиком рубля. Оскорблять себя. Поразительно вообще. Как это? Приехать первый раз за границу? Тем более в Гамбург и сидеть дома. И, значит, это самое. Все равно они пошли сами, добрались до этого, они вот нашего Тибор-центра, значит, купили, нашли карты. В общем, это такой подвиг сделали. И сидели здесь несколько дней, резались. А еще несколько раз приезжали альпинисты, еще в ту пору, когда машины вот перегоняли. Ну, и, в общем, такие все вот там, кто мои знакомые, или знакомые их знакомых, из таких альпинистов алматинских, они здесь машины покупали. Ну, это, конечно, компания интересная была. Вот такие альпинисты, которые, допустим, там, кто-то из них недавно, там, Сакан-Каруа, допустим, ну, это вот высшая вершина Южной Америки, оттуда, там, допустим, ходил, там, у кого-то там пальцы фаланги отмороженные отрезанные. Господи. Идет босиком здесь, как эти. Как ласты. Да, да, да. В общем, такой всякий народ. А что Кротов-то написал про этот дом? Не, ну, он просто сказал, что, значит, дом где-то вот над Шибрихской, примерно, какими-то... Совсем не немецкими. Слатинков живет совсем не по-немецки. Даже не какой-то, как-то он его назвал, хибаткой, или что-то такое там. В общем, по его описанию, мы тут вообще где-то там в норе живем. Бонгар. Да, да. Он прикол. А в самом деле, мы же встретили, ну, как сказать, он вообще даже отопления не имел этот дом. А, он тогда еще расстроился. Да, он просто... Мы почему, как, так сказать, здесь вообще зацепились? Он дешевый очень. Вот. А кучу денег народ же тратит на вот эти аренды, да? Ведь минимум аренда, вот народ вообще, который я знаю, так вот, я не говорю про дома большие и так далее, вот если вот такую аренду брать, вот какую-то... Все 700, 800, 900 евро платят. У нас со светом, с отоплением полностью вот это вот и все удовольствие нам обходится в 400 евро. Ну, да. То есть пару раз дешевле. Да, да, да. А эти деньги можно там... Ну, да, путешествия. А Кротов, он когда здесь был? Слушай, он был здесь дважды. Первый раз был... Он же был в Берлине, в Берлине, в Берлине, в Берлине. Да, в Берлине, да. Вот он тогда был, да. Да, да, да. Даже ехал. Да, и... Год назад. Да, да. И это... До этого был... Не болтай. Слушай, я не знаю, уже там года три назад. Он тогда первый раз вышел в Берлине, в Берлине. Все смеялись. Еще Шерлаев там присылал там какие-то записки, как там Кротов это... И пузо не отпустил, ну, типа там... От буржуи. От буржуйской жизни, да. Мне понравилось, как он сказал про метро. Скучное, ну, не помню, про бельгийское, про какое-то... Я даже купил билет, чтобы пожертвовать им. А было благородить их, скучное серое метро. И вот это, он про поезда, кто-то там писал, что русские поезда лучше. Но они действительно лучше. Русские? Почему? Ну, вот, допустим, наш плацкар, я его считаю лучшим в мире. Да. Он считает, плацкар шикарная вещь. Ну, это как? Да. Нет, да, это что? Это маршрут. Плацкар шикарная вещь. И там еще эту бумажку. А, на это... Ты когда видишь у этих буржуевских поездах... Не поспишь, там нормально. Все время сидя, и притом не удобно. А у них же есть, по-моему, там нет тоже какие-то... Что? Нет, спальные есть, но они очень дорогущие, ты не понимаешь. Да. Сидящие. Допустим, большие-небольшие. Было бы удобно, допустим, утром сел и, скажем, в Мюнхене утром приехал. Ну, вообще, да. А у них, как-то, самое... Там гостиницу брать. Не принято это. Вот, да. Я люблю, например, почти что мне нравилось всегда раньше, особенно, из Питера в Москву. Ты живешь в Питере, бегаешь там, да? На другой день ты бегаешь в Москве. Как будто, вот, выспался, все, дела поделал, опять ночь спишь в поезде и снова побежал дальше. Типичное немецкое блюдо. Гречневая каша, яичница, свекла. Вот, лепы не хватает, чтобы она была абсолютно немецкая. Гречневая каша, яичница, свекла. Гречневая каша, яичница, свекла. Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо за просмотр!